Записываем памятку родителям. Я не вернусь домой. Дорогие мама и папа, пока все работают на миллионе работ, представляют многочисленные истории со своим финансовым и карьерным ростом, покупают дачи, дома, квартиры, бриллианты, машины, пока все рожают детей пачками в неограниченном количестве, пока все учатся на магистратурах, строя планы на будущее, пока все выходят замуж, потом разводятся, а потом опять уходят замуж, пока все самые развиваются, я просто, я просто, я просто, я просто учусь быть охуенной. Я помню, что ты вообще их видел, но ты же сборишься за градантом в чистом виде. Я вообще пойду в спорткостюме и в трениках, пусть смотрят на истинную красоту, без уцелителей вкуса. Я же тебя умоляю, к чему метать бисер перед свиньями, мне совершенно этого не стоит и уж тем более не заслужим. Как всегда говорила моя бабушка, Катя, красота в простоте, не в простате, Катя, в простате, понимаешь? Маловато. Дай, дай денег, просто дай, не спрашивай. Привет, я котлеты для собаки дома забыла, но пришла со своей. Да я вообще о встрече забыла, я из Ашана только вышла. Сдержанно, неприканцованно, стильно. Я выхожу. Идеально. Для новинка мне нужно провести инструктаж. Очень приятно, Елена. Для иностранных рейсов я Элинджа. Hello, nice to meet you, my name is Элинджа. Или hello, nice to meet you, my name is Лена, блядь. Просьба любить и уважать. Советую тебе придумать что-то тоже. Наша авиакомпания называется Звезда, что не поездка, то пизда. Мы рады любому классу, эконому тоже, но бизнес нам дороже. Приходите, пожалуйста. Все наши клиенты ебнутые, к этому нужно относиться с абсолютным пониманием. Пять секундок. Что хотели? Где комната матери и ребенка? Еще похоже на беременную, которая скрывает. Ваш муж ногу сломал? Ходить не может. Мы ходить не можем, решили полетать, да? Гениально. Абуля, не кричите на меня. И не виновата, что гражданство с российского на небесное не в аэропорту меня. Ну, мэйби виски, куля, вода, сода. Это бизнес-класс. Как общаться с экономом, ты поняла? Ты послушай, как должно звучать объявление в зале. Это я рывнул, они еще сочтут за помехи. Главное во всем этом, чтобы никто ничего не понял. Мы ни в чем не виноваты, потому что никто ничего не понял. Поняла? На этом и закончили наш инструктаж. Добро пожаловать. Представляю вам совершенно новую систему питания. Система питания, разработанную топовыми специалистами в сфере прожигания жизни. Но не калорий. Система питания. Мне похуй. Где главное правило говорить всем, что вы на диете. Но на вопрос о рационе, количестве потребляемых калорий и суточной норме, которой вы придерживаетесь, отвечать мне похуй. Система подходит абсолютно каждому на протяжении всей жизни, являясь совершенно универсальной. И как вы уже поняли, есть можно все что угодно, пока тебе похуй. Обещанный желаемый результат похуй. Ведь секунда на губах, навеки на боках, это не про нас. Последний день лета я его проебала. Ни новых друзей, ни парней не встречала. А завтра в школу пиздечить промозгла. Дарить пабукетам и долбиться в десна. Таскать килограммы ненужных бумажек, щегая их в стрессах от новых домашек. Искать первобытные смыслы во всем, спасаясь в обширных лесах аксиом. Разборы задач и различнейших дел, где тангенс с катангенсом, блять, не предел. Союз, но не брачный, с предлогом в погоне. Наречия душат, как воры в законе. Глагол обосравшись не может, что сделать? Собраться и ищет спасение у своих братцев. На помощь ему придет Петр Первый, сбежавший из класса истории Первый. Три месяца счастья прошли незаметно, погрязнув в говняном финале бесследно. Открыли тетрадки и на полях строчка. Я так подустала от этой дручки. Потом второгодие и ПТУ. Пошла к учебе, это в пизду. В эфире экстренные новости. С вами я, бессменная экстра ведущая. И сегодня на повестке дня. Заняли ли вы, что те самые кусочки ткани, которые производитель дает нам к новому изделию, должны, блять, использоваться вовсе не для того, чтобы поставить заплатку на случай дырочки, как думал я и уверен большинство россиян. На деле они должны использоваться в стиральной машинке при определенном режиме, чтобы посмотреть, как этот кусочек ткани, из которого состоит наше цельнокупленное изделие, ведет себя при том или ином режиме. Как вам такая информация? Приколдес? Теперь живите с этим. Пиздец. Пиздец. Субтитры сделал DimaTorzok